В этом году путешествие по туристическим маршрутам Ингушетии омрачил коронавирус. Большинство новых идей решено реализовать в следующем году. Самым востребованным в этом сезоне из всех направлений стал автотуризм. После пандемии большинство туристов не рисковали посещать многолюдные места, вокзалы, аэропорты. Но никому не запрещено приезжать в регион на своей машине. Это тур выходного дня с осмотром ингурских достопримечательностей. В планах УКОМ Туризма создание и благоустройство различных кемпингов и зон отдыха в популярных уголках Джейравского района, которые также войдут в список посещаемых мест для приезжих. Новые зоны отдыха намерены открыть весной следующего года. Они идеально впишутся в горные пейзажи и не нарушат экологические нормы. Сейчас комитет ставит перед собой несколько задач. Первое – благоустроить маршруты на Столовую гору и Кляжгинскому водопаду. Второе – сформировать бренд республики. А это лучше всего сделать, организовав развлекательные мероприятия. К примеру, уже традиционный марафон. Будем еще раз пропагандировать экотуризм, спортивный туризм, посредством взаимодействия с подобными компаниями, которые готовы к партнерству и сотрудничеству, которые очень здорово брондируют нашу территорию. И высокогорную Ингушетию, и равнинную, как привлекательную зону не только для отдыха, но и для проведения имиджевых мероприятий. В прошлом году в горах Ингушетии масштабный марафон объединил около сотни спортсменов. Горный воздух и живописные пейзажи добавляют динамичности состязаниям. В этот раз мероприятие решено провести в День туризма – 27 сентября. Есть позитивный опыт проведения подобного забега в высокогорной Ингушетии, в Джарахском районе в прошлом году. И, соответственно, в этом году мы решили совместными усилиями повторить данный массовый забег. На данный момент уже более 100 зарегистрировавшихся участников. И, соответственно, регистрация продолжается. И не только все жители Республики Северного Кавказа, но и жители всей России могут принять участие в данном забеге. И будем рады всех видеть. Открытие тур сезона в этом году в регионе ознаменовалось масштабным эко-праздником. В планах у комитета разнообразить его новыми мероприятиями. Это станет доброй традицией на долгие годы. Идрис Ижиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.